Итак, если парень начинает страдать недостатком тестостерона, то первый признак, который может об этом сказать, отсутствие утреннего стояка. Под утро наш организм выделяет тестостерон. Этот сигнал идет в мозг и говорит ему выделить окись азота. И он, в свою очередь, вызывает эрекцию. Так что, если подытожить, утренний стояк означает, что у вас выделяется нормальное количество тестостерона. В общем, когда ваш уровень тестостерона упадет, то ваше желание заняться сексом тоже ослабнет. Ваш партнер выглядит прекрасно, лучше даже, чем 10 лет назад. Но прикол в том, что вам это уже не так интересно, как раньше. Да, у вас есть свои дела, и жизнь идет вперед. Но, ребята, если ваша либидо падает, то это может сигнализировать о проблеме с тестостероном. Если первые две были очевидными, то вот третий признак я даже и не подозревал. И это проблемы с памятью. Поэтому, друзья, если у вас правила в памяти, вы не помните, куда положили ключи, или забываете о чем-то, то у вас могут быть проблемы с низким тестостероном. И это я взял из исследования 2008 года Гарвардского медицинского университета. Они выяснили, что нормальная выработка тестостерона в 40 и 50 лет также защищала и мозг от проблем со здоровьем. И, ребята, этот список не становится лучше. Я имею в виду, что постоянная усталость, вместо того, чтобы отдохнуть и хорошо покушать, находиться в депрессии или терять волосы, потеря мышц или потеря своих костей. Я имею в виду остеопороз. Многое зависит от генетики, от того, как вы заботитесь о себе. Но в целом годам к 30 вы начнете замечать снижение выделения тестостерона на 1%. Так что мне 43, и, наверное, сейчас я вырабатываю примерно 87% от того, что я имел в 30 лет. Так, давайте поговорим о том, какие у нас есть варианты. Итак, первое – это добавки. Когда речь идет о добавках, то лучше всего это покупать их у компании, которой вы доверяете. Далее вам надо обратить внимание на ингредиенты. Вы должны понять, что лучше всего работает для вас. Но также нам нужно, чтобы в них были витамины D3, цинк, магний. В них должен быть четкий лист того, что в них входит, и с чем будет работать ваше тело, чтобы производить тестостерон. Следующий совет по тому, как повысить уровень вашего тестостерона – изменить свои тренировки. Может, вы бегаете на длинные дистанции. Это на самом деле не очень хорошо для тестостерона. Вид. Высокоинтенсивная тренировка. Типа кроссфита. Они вытворяют чудеса с вашим уровнем тестостерона. Если это не ваша тема, тогда ударьте по весам. И не просто, а по-серьезному. Это все будет стимулировать выработку тестостерона. Далее разберем диету. Многие думают, что у них здоровая диета. Поэтому мы будем отслеживать ее. Это позволит вам видеть. Может, мне не хватает магния, который находится в шпинате и орехах. Цинка, который находится в устрицах. Так что, мужчины, есть очень много еды, которую вы могли бы добавить в свой рацион, если у вас есть проблемы с тестостероном. Это чеснок, фасоль, тунец, желтки. Большое разнообразие продуктов, которые натуральным способом могут повысить ваш уровень тестостерона. И, конечно, стоит помнить, как мы можем сами уменьшать уровень своего тестостерона. Контейнеры. Чья мама использовала пластиковые контейнеры? Моя пользовалась. Но парни, в них есть BPA. Ну, по крайней мере, в старых контейнерах. В общем, суть в том, чтобы перейти на стеклянное. Избавьтесь от пластика. Он вредит вашему тестостерону. Давайте теперь поговорим об алкоголе. Если вам нравится выпивать, то, пожалуй, вам стоит призадуматься и умерить аппетиты. Потому что увлечение алкоголем негативно влияет на тестостерон. И не забываем про медикаменты. Многие покупают лекарства, потому что вам так сказал доктор. Но если вы поговорите со своим врачом о низком уровне тестостерона, говорил ли он вам о негативных эффектах, которые могут оказать эти лекарства? Да, вы могли применять эти лекарства в течение нескольких лет и ничего не замечали. А затем заметили, что что-то уже не так. Поэтому сходите, поговорите с профессионалом, если у вас проблемки. О, и очевидно, не позволяйте никому бить вас по яйцам. Повреждения яичек, даже если это было много лет назад, могут привести к проблемам с тестостероном позже. Так что если вы занимаетесь активным спортом, то вам надо защищать этих парней. Надевайте ракушку и используйте защиту. Надо заботиться о своем достоинстве. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Продолжение следует...